Влада Жуковского нужно слушать! Только Влада Жуковского! Других людей не существует на отечественном медиарынке комитета к выпуску. Только Жуковский! Слушай, ну смотри, мы же давно понимали, что рынки перегреты. Мы понимали, что с тех хаёв, где находятся российские фонды по рынку, да и глобальный рынок, должна быть коррекция. Глобальной коррекции до сих пор не было, то есть то, что произошло за последние пару месяцев, это падение на 4-5 процентов, назвать каким-то обрушением, что более даже коррекции невозможно. Российский рынок падает, российский рынок падает очень красиво и, значит, упав практически на 30 процентов и пробив рубеж 3500 и 1300 пунктов по тому же МВБ, мы понимаем, что это на самом деле, возможно, что далеко не предел, не конец. Я думаю, что мы легко можем видеть и 3100 пунктов по МВБ, вполне себе как цель движения такая первая. Ну, а в случае, если ситуация затянется, если мы увидим внезапно падение нефти, там ниже 70 долларов, хотя бы 65 долларов за бочку, да, если будет обострение на границе с Украиной, если будут персональные санкции против президента, против окружения Бунина, против ископоставных чиновников, да, госкомпаний с риском заморозки активов олигархов, то действительно тогда мы можем видеть рубль далеко, там не 80, не 82 рубля, там за 100 рублей, да, и российский рынок ниже 2,5 тысяч пунктов по МВБ. Но опять-таки повторюсь, пока этот сценарий далеко не является главным, я думаю, что, скажем так, это один из вариантов весьма такой негативно-покалиптический, далеко не самый страшный, кстати говоря, вот, но в целом риски растут, риски копятся, экономика крайне неэффективная, масштабы коррупции, байства, вот эти круговые поруки, да, они зашкаливают, мы видим, как конфляция в России уже бьет, там, 6-летние максимумы, мы видим, как 8-й год подряд падают доходы населения, мы видим, как бизнес банкротится массово. В 20-м году, в 21-м году закрылось больше, чем открылось бизнесов на 300 тысяч единиц. Огромное количество ушек просто были уничтожены из-за QR-кодов, локдаунов, из-за QR-сертификатов, из-за падения выручки, там, 2-х, 3-х, 5-х, да, особенно в сфере услуг, в общепите. Поэтому, конечно, я здесь не вижу какого-то оптимизма, такого фундаментального, глобального, но при этом, конечно, есть компании, которые отчитываются о рекордных прибылях. Посмотрите на наших металлургов, норникель, русский алюминий, ММК, НЛМК. Я говорю о том, что пока в целом те, кто работают на утренний рынок, работают на платежеспособный спрос, который сжимается, уходят с рынка, банкротятся, либо оптимизируются, как могут, сокращая сдержки. В то же самое время в России нет формальной кризиса. Профицит бюджета за 11 месяцев 2 триллиона 300 миллиардов рублей, то есть доходы больше... То есть пока можно покупать на падение акций? Если мы говорим про акции, я думаю, что... Слушай, ну я думаю, что рано. Я думаю, что пока еще далеко мы не все отпадали, я думаю, что сокрышка ситуация может резко усугубиться, и эта группировка в 120, то ли 150 тысяч штыков с переброской бронетехники с Дальнего Востока, я думаю, что мы еще... Ну, слушай, ну как есть. Слушай, в России живем, в 14-16-ом году. А вот этот сценарий казахских переходов на власти возможно? Да, да, да. А, громко сильно, да? И мы записываем. А мы еще тихо будем. А, сейчас. А возможно? Возможно, нет. Что возможно? Казахский. В России, я думаю, неизбежен. Я думаю, что неизбежен. Как Елбасизм рухнул, так я думаю, что в России вот это вот сакрально-фердальное царство, оно тоже к этому пути пойдет, и национальные лидеры, духовные лидеры акций нации, которые держатся на такой плановой олигартической структуре. Конечно, я думаю, ситуация шатнется. Кстати говоря, я думаю, что в администрации президента, по моим данным источникам, уже сделаны выводы. В России не будет этого транзита мирного с уходом президента в гуссовет, какой-нибудь национальные лидеры, не будет попытки бирать какому-то обличному ухудшению. Я думаю, что выводы сделаны такие, что нужно зацементировать царизм и оставаться до упора, что называется, на своих постах. Потому что казахи показали, что вот эти вот аппетиты олигархи растут, рынок сжимается, пирог сжимается, и все равно начинается вот эта вот борьба крупных кланов, таких баев, беев, беев и всех остальных. Поэтому я думаю, что и для российскофонового рынка ничего хорошего это не сулит. Я думаю, что и для рынка гусс-облигаций… Я думаю, что… Слушай, ну с прикрутивным волкин всегда можешь покупать и продавать, но я думаю, что будет точкой входа еще лучше по российскому рынку. Ну меня опять привели в нарушки, как всегда. Да, да, снова здесь. Слабого не в изоляторе, а на свободе. Да, инфляция. Временное, не время, тембры. Ну вот что делать? Ну, инфляция – это наш бич, это результат неэффективной, коррумпированной, монополизированной, оликополизированной экономики, это периферийная российской экономики трубы. И то, что мы вышли на 6-летний максимум по росту цен – это 8,4% в прошлом году, 8,6% за первые 10 дней текущего года, да, а продовольственная инфляция вообще около 11%, а реально мы входим в магазин и понимаем, что продукты питания, медикаменты, таблетки, одежда, техника, струйматериалы подорожали 30%, 50%, 100%, 120%, как та же самая, например, капуста, морковка, дрожжи, бананов, да. Поэтому это огромная проблема, она показывает, сколько неэффективны государства, потому что когда одно дело инфляции в Германии, во Франции, в Испании, в Португалии, которые импортируют, как Германия, например, там, газ, суга, лес, нефтянку, я могу понять, цены глобального выроса в 2-3 раза, у них все подорожало, но мы-то экспортеры, мы должны купаться в деньгах, мы не вкупаемся, захлебывается государство от денег, 2,4 триллиона рублей, профицит, доходы выше расходов у государств в федеральном бюджете, 74 миллиарда долларов, вывоз капитала из страны через 2021 году, это рекордный вынос последние 7 лет, значит, дивидендные выплаты пойдут под 7 триллионов с лишним, корпоративные прибыли, это, прежде всего, экспортеры сырья те же самые, да, 24 триллиона рублей за 10 месяцев, в Терасу скачут, то есть, деньги есть, но деньги не идут на развитие экономики, на рабочие места, на модернизацию, на перевооружение технологическое, не идут на развитие, поэтому просто завышаются цены, а зачем что-то создавать, когда можно из-за рубежа продать, получить прибыль, а не поднять. Что делать с фактом смеха? Обучаться у Влада Жуковского? Обучаться и у меня, и у Андрея, в целом, необходимо всегда, конечно, думать своей головой, и всегда мы говорили, что инвеститься в себя, в детей, в образование, повышение квалификации, это единственное, что мы можем сделать на микроуровне, потому что макроуровне, да, мы будем бороться, мы будем требовать смены бюджетной политики, смены экономической, социальной, политической системы, но задача выжить, задача не умереть с голода, а мы же понимаем, что 8 лет падают доходы населения, более чем на 13% только официально, да, и уже ниже 2007 года, а после страны бедных, это доходы ниже 27 тысяч рублей, поэтому задача сейчас у людей в регионе, в глубинке выжить крайне сложно, люди занимаются подсобным хозяйством, выращивают овощи, разводят там скотину, кур, просто чтобы реально себя прокормить, молодежь, многие пытаются либо из страны уехать, кто в Китай, кто в Восточную Европу, если есть возможность откладывать процентов 10-15 от дохода, покупая валюту, либо, ну сейчас на падающем рынке входом в активы входить, пока еще рано будет точка входа более интересная, крипта, эта история 2-3 года плюсом, она будет расти, но сейчас еще она высоковолатильная, само собой образование, само собой пытаться понимать, что экономика деградирует, и прежде рабочие места, они исчезают, люди получают там очень низкие зарплаты, поэтому мы живем в токсичной среде, все против нас, против людей, поэтому пытаться хоть как-то найти себе какой-то источник дохода, кто чем может, да, у кого деньги есть, а это процентов 5-7 населения страны, это недвижимость, потому что там всегда будет инфляционный пузырь, надувание, рост цен в том году 23%, позапрошлым 15%, значит, товары длительного пользования, говорят, надо покупать оперативно, да, с одной стороны, да, потому что чем дальше, дольше проходит времени, тем сильнее перенос слабого рубля, рост налогов, вот эти разрывы цепочек на цены там на автомобили, на технику, на электронику, на что угодно, все дорожает электроника на 20-25% ежегодно, поэтому если вам что-то надо купить, если есть деньги, купите сейчас, чем через полгода-год, потому что потом будет дороже сильно, да, вот, ну и в целом, конечно, ну, самое главное, это не молчать, свою позицию доносить громко и понимать, что ходить на выборы, голосовать, требовать, ну, явка 30%, о чем говорить, пока такая низкая явка, потом говорят, что против нас принимаются какие-то реформы, какие-то бюджеты, это мы с нами виноваты. За нами уже пришли. За нами пришли. Все, ОМОН приехал, мы поехали.